Михаил Светов, либертарианец и лидер партии. Член Федерального комитета Либертарианской партии России. Расскажите, пожалуйста, что это за такие идеи, будут ли они подхвачены в России, и для кого это все, и чем это отличается от социал-демократии. Это отличается принципиально. Либертарианские идеи уже в России находят резонанс, они на самом деле получают все больше и больше популярности по всему миру. Они основаны на том, что мы называем, принцип не агрессии, но это идеологическая подкладка. Важно, что она может предложить России, что она может предложить русскому народу. А русскому народу она предлагает очень много. Она предлагает превратить Россию в новый фронтир. Вот та история успеха, которая была у Соединенных Штатов, сегодня, в эпоху первичного освоения, сегодня доступна в России. Потому что Россия – это огромная неосвоенная территория, на которой буквально окопался вот этот, значит, путинский режим, путинский левиафан. И мы не можем с этой землей, которая досталась нам от своих предков, ничего сделать такого, что позволило бы вынести Россию на передовицу мировой культуры, мировой экономики. Для того, чтобы этого добиться, нужно просто вернуть Россию себе, нужно позволить людям осваивать эту землю, экспериментировать на ней политически, то есть основывать какие-то новые города, основывать какие-то новые проекты социальные. Не вся из них будет успешной, и это совершенно не важно. Важно начать осваивать эту землю, как ее осваивали первые колонисты в США, да кто ехал на Дикий Запад, кто ехал на Фронтир. Ехали люди, которым не было места в Европе, ехали люди, которым не было места в Старом Свете. Они ехали на Вайдаху, Айогу, Пенсильванию, и там появлялись какие-то общины минонитов, какие-то религиозные, какие-то общества и так далее. И из этих обществ появилась американская мечта, сформировалось то чудо, за которым пытался поспеть весь остальной мир последние 200 лет. Россия это доступно сегодня, Россия это огромная, богатая страна, это Камчатка, на которой никто не живет, это просто райский уголок, это преступление, что Россия с этим делает. Это наш Дальний Восток, это наш Юг, это наша Сибирь, которая сегодня не приносит никакой пользы, а используется просто как кормовая база для номенклатуры, той номенклатуры, против которой мы сегодня все боремся. Зачем? Для того, чтобы вернуть Россию себе. И вот у Дудя был недавно репортаж, фильм хороший про Колуму. И когда я его смотрел, моя основная мысль была в чем? Вот Колума это же наш колондайк. А вы подумайте, какая огромная, грандиозная разница между судьбой людей, которые ехали на Колуму, и людей, которые ехали на колондайк. На колондайк люди ехали за своей мечтой, они ехали за благополучием, за богатством, и они его получили. Они стали тем средним классом, на котором держатся сегодня Соединенные Штаты. На Колуму ехали заключенные, они ехали туда умирать, для того, чтобы добывать золото для государства, которое отправляло его на Кубу, которое тратило его на войны, которое тратило его на усиление репрессивного аппарата. Вот моя задача вернуть, или задача либертарианцев России, вернуть Россию народу, вернуть ресурсы народу, чтобы в какой-то веке впервые в нашей истории все это тратилось не на авантюры правящего класса, а на то, чтобы строить нормальное, развитое, богатое общество, то, чего мы все заслуживаем, мне кажется. Меннониты все-таки это не американская мечта, по-моему. Кто, кем были перегримы? Кем были перегримы? Перегримы это были радикальные протестанты, которые ехали туда, где они могли практиковать свой образ жизни наиболее безопасно, то есть на фронтир, там, где им не было места. Это то, что должно было произойти с нашими старобрядцами. Точно так же старобрядцы были в экономическом плане очень благополучной общиной. Разумеется, против этого боролось сначала царское государство, но в советское время их просто практически истребили. Поэтому нужно относиться к людям разных культурных воззрений терпимо. Вам они не нравятся, это нормально. Либертианцы всегда говорят, мы за свободу любить, и мы за свободу не любить. Одного без другого не бывает, но давайте мы дадим друг другу просто свободу. Свободу, возможно, жить немножко отдельно друг от друга, как живут там религиозные какие-то люди в Соединенных Штатах. В одних штатах живут демократы, в других республиканцы. Вот эта вот смесь и конкуренция разных образов жизни и позволяет сегодня в США функционировать хорошему, здоровому гражданскому обществу. В России этого никогда не было. В России всегда была диктатура культуры сверху вниз, и именно это принесло те разрушительные результаты, которые мы сегодня увидим. Да, просто канадские минониты, они живут так, как они жили в 19 веке. Они ездят на повозках, занимаются сельским хозяйством, многодетные семьи, то есть это не американская мечта. Это тоже американская мечта. Если вы помните, в американской конституции, господи, не перепутать бы, что гарантирует американская конституция? Преследование счастья любого, каким бы оно ни было лично для вас. И нужно просто смириться с тем, что у людей сценарии счастья абсолютно разные. И у кого-то они вот такие, как у минонитов. И другой пример, который я привожу, например, на своих лекциях, это пример Израиля, где этот баланс тоже найден. В Израиле есть огромная часть, секулярная, которая двигатель прогресса, двигатель науки, двигатель культуры. И там же есть религиозная часть, которая, во-первых, помогает Израилю не вымирать, она помогает ему восстанавливать свой генофонд. И помогает сохранить какие-то традиции. И это существует в балансе, и поэтому Израилю не грозит ни культурная какая-то стагнация, ни стагнация демографическая, к которой приближается огромное количество западных обществ сегодня. Я считаю, что это хорошие примеры для подражания. Я считаю, что это нормально, когда общество состоит из разных очагов культурных, которые помогают, подпитывают друг друга. Это культурно, демографически, духовно, как угодно. И если мы пытаемся навязывать образ жизни сверху вниз, то мы просто убедимся, что все пойдет, ну, все будет разрушено, как это было разрушено в советское время. Как это разрушается сегодня. То есть это такая уровня ловко, да. А в экономике либертарианства что означает? В экономике либертарианства означает свободу конкуренции. Мы боремся за конкуренцию, мы боремся против большого капитала олигархического. Вот нас часто выставляют защитниками олигархов. Это просто абсолютно ложь. Потому что олигархи богатеют с помощью государства, они создают себе с помощью государства привилегии, которые гарантируют их финансовое положение, которые гарантируют их субсидии, которые гарантируют им искусственную защиту от новых игроков. Вот мы боремся против этого, мы боремся за то, чтобы у всех были на рынке равные шансы, чтобы на рынке была то, что называется меритократия. Но меритократия не по мнению какого-то чиновника, который сидит в парламенте и говорит, вот это достойно, это недостойно. А меритократия с точки зрения рынка, то есть с точки зрения потребителя, с точки зрения... Потому что рынок, он существует для кого? Он существует не для производителя, как это любят рассказывать о некоторых. Существует ли потребитель, чтобы удовлетворить его запрос. И только рынок может определить, что потребителю требуется, а что потребителю не требуется. Сегодня, к сожалению, происходит ровно противоположное. Сегодня мы видим огромное количество самосанкций, которые начали происходить. Мы видим огромное количество субсидий в пользу нефтяных компаний и газовых компаний, которые управляются абсолютно некомпетентно и в итоге приносят убыток, а не доход. И самая, по-моему, такая яркая иллюстрация была, когда произошла пенсионная реформа, и в ведомостях просто на передовице вышла заглавными буквами статья, где было написано, что Игорь Сечин заинтересовался накоплением российских пенсионеров. Вот такой любопытный человек Игорь Сечин, ему стало любопытно, сколько там накопили наши пенсионеры. И потом, разумеется, из этого пенсионного фонда деньги были выделены на погашение долгов, в том числе и Росмехтин. Просто преступление. Это то, против чего борются либертарианцы. Они борются против создания инструментов перераспределения средств. Потому что если любой инструмент перераспределения средств будет перераспределять средства от бедных и среднего класса, в карман тех, кто перераспределяет, то есть номенклатуры и правящего класса, мы считаем это абсолютно разрушительная практика, которую нужно прекратить, нужно вернуть в рыночные отношения. — А сегодня в мире есть такое либертарианское государство, хотя бы одно? — Либертарианское государство нет. Самая идеология очень молодая. Есть государства, которые исторически на него, в общем, довольно похожи. Не на 100%, поэтому цепляться к примерам не надо. Но примеры, которые я всегда привожу, это, разумеется, Соединенные Штаты до Рузвельта. И Швейцария в значительной степени с оговорками, но Швейцария — это очень хороший пример, как раз общество, где разные политические системы существуют в рамках одного государства и приводят к гармонии и неразрушению, как нам рассказывают. К разрушению это как раз приводит к гиперцентрализации. Потому что гиперцентрализация запускает центробежные силы, где всем одинаково плохо от центра, и все хотят сбежать. Когда у вас у всех есть необходимый уровень автономии, как у швейцарских кантонов, где-то говорят на немецком, где-то на французском, где-то на итальянском, где-то вообще на романше живут, протестанты-католики уже много сот лет сосуществуют, хотя вокруг постоянно воевали друг с другом. Это очень хороший либертианский пример того, как разные культурные группы могут прекрасно сосуществовать в рамках одного государства, если не пытаться им навязывать какую-то культурную полезную сверху. А Евросоюз, на ваш взгляд? Евросоюз, к сожалению, это централизация, не децентрализация. Либертианцы выступают, исторически всегда выступали против политической глобализации, потому что я это называю... Мир без границ — это мир, к которому некуда бежать. И для меня это очень страшная ситуация, и она подтвердилась, когда начались преследования Эдварда Снобана. Мы прекрасно помним, что Эдвард Снобан не смог найти убежище нигде, кроме путинской России. Это был огромный удар по престижу, на мой взгляд, европейского проекта, огромный удар по престижу американского проекта, что когда появляется настоящий диссидент, он в итоге вынужден искать убежище в стране-изгое, в путинской России. Я много разговаривал с американскими коллегами и говорил, ну как вам вообще нестерно понимаете, что вы нам, либертарианцам, в России просто испортили этим жизнь, потому что теперь гремлевская пропаганда везде бегает и рассказывает, потому что у них то же самое, у них тоже преследуют диссидентов, у них тоже сажают несогласных, и как бы этим нечего предъявить. С Асанжем происходит та же самая история. Евросоюз, разрушая границы, создает ту же тюрьму народов, которая была в СССР. А что такое тюрьма народов? Тюрьма народов – это место, где некуда приближается, это страшно. Вы не общались со Сноудовым? Нет, лично я, к сожалению, не общался. Я очень уважаю его. А где он сейчас, вы не знаете? В Москве он живет по-прежнему. Не хотели бы с ним встретиться? Очень хотел бы, конечно. Или это сложно? Это сложно. Все еще под охраной находится, он под охраной путинского государства находится, поэтому со мной ему точно не дадут встретиться. Но Эдвард Наслова, я уважаю, это человек отважный, который сказал о реальных преступлениях американской АНБ. Ну хорошо, Евросоюз, но ведь столько государств туда вошло, они выигрывали, да? Вот тот же Брексит показал, что Великобритания потеряла там огромные деньги. Брексит еще не произошел. Я считаю, то, что происходит вокруг Брексита, это на самом деле шантаж британских избирателей. Я абсолютно не ставлю под сомнение, что есть страны, которые выиграли от Евросоюза. Вот мы сегодня находимся в Литве. Литва однозначно выиграла от Евросоюза, она получила реальную защиту от опасного соседа. Вся прибалтика. Да, вся прибалтика. Здесь никаких сомнений. Возможно, от этого выиграла Германия, в силу экономических причин, которые демпингуют стоимость собственной валюты, таким образом, искусственным образом, повышает конкурентоспособность продукции, которую производят. Выиграли от этого Франция? Я не уверен. Абсолютно точно не выиграла Португалия, абсолютно точно не выиграла Испания, абсолютно точно не выиграла Великобритания, что мы, собственно, получили на примере Брексита. Потому что все эти сравнения о том, что уменье экономики там растет, они немножко лукавые. Потому что ВВП и подобные показатели, это такая средняя температура по больнице, она нам ничего не говорит о том, а как, собственно, это отразилось на простых гражданах. А как это образилось, мы видим по результатам того самого Брекзита. И то, как к нему относится политическая элита, на мой взгляд, совершенно разрушительно и недальновидно. Это приведет к очень серьезному политическому кризису. Какие в России бытуют мифы о либертарианстве и жизнеспособна ли эта идеология в России? Разумеется, жизнеспособна. Более того, на мой взгляд, это единственная жизнеспособная идеология. Мифы, я их уже озвучил, один из главных мифов, это якобы либертарианцы защищают богатых против бедных. Это ложь. Наоборот, мы в равной степени защищаем и богатых, и бедных. Все, что для нас важно, это то, что люди получают свой капитал за счет добровольных взаимоотношений, за счет рынка, а не за счет государственного субсидирования, того, как это делает Сечин, Ротенберг, вот все эти набившие оскоминные имена, про которые мы все слышали, как это делают олигархи при Ельцине. Это главный миф, против него я очень сильно борюсь, и мне кажется, у нас получается. Второй миф, это якобы у нас есть какая-то культурная повестка, нас постоянно путают с либералами. Либертарианцы отличаются от либералов принципиально, у нас нет собственной культурной повестки. Мы выступаем исключительно за регуляцию правовых отношений, за то, что мы называем принципами неагрессии. Любые сценарии счастья допустимы, если они для этого не требуют нанесения ущерба кому-то другому. То есть вы можете верить в Бога, вы можете не верить в Бога, вы можете употреблять наркотики, можете их ненавидеть, вы можете хотеть жить в каком-то либеральном обществе, можете хотеть жить в достаточно консервативном обществе. Либертарианство позволяет все эти сценарии при условии, если вы не принуждаете других людей жить так же, как это устраивает вам, мы это называем контрактными юрисдикциями. Юрисдикции, которые позволяют, с одной стороны, существовать гей-клубом, с другой стороны, существовать в магазину Стервигова, куда, как мы знаем, людей нетрадиционной аритации не пускают. Это разумное решение социальных трений, которые сегодня разрывают наше общество, мне кажется. Все страны, по-моему, так или иначе регулируют экономику, да, облагают налогами, это же нормально, правильно? И ведь богатые становятся богатыми, потому что они платят маленькую зарплату людям, а люди соглашаются, потому что как бы чувствуют... Это не так. Первое, что вы сказали, нормально не значит правильно. Нормой на разных исторических этапах являлись вещи, которые сегодня нам кажутся совершенно чудовищными, это одна из таких вещей. Разумеется, речь не идет об уничтожении государства ни в коем случае, а речь не идет об отмене всех налогов сразу ни в коем случае. Речь идет о том, чтобы был понятный ориентир. Вот мы и либертянская... это такая противодная звезда, либертянская теория. Она нам говорит, что направление свободы, оно туда. Но помимо этого ориентира, у нас есть политический ландшафт, с которым нужно считаться, и который там говорит, что какие-то реформы... Нужно принимать медленно, но нужно двигаться всегда в этом направлении. Из того факта, что мы не можем завтра построить стопроцентное либертарианское общество, не следует, что мы не можем двигаться только в сторону свободы, только в сторону соблюдения личных гражданских свобод и экономических свобод. И либертянцы предлагают это движение в правильном направлении, а вовсе не разрушение старого мира, как это пытаются представить там кремлевские пропагандисты. Ну и сегодня у вас много в России? Либертянская партия, я думаю, одна из самых быстро растущих политических организаций в России. Это результат, в том числе, моей работы. Мне кажется, я неплохо справлюсь последние два года. Мы самая живая политическая организация. Три самых больших митинга, последние три самых больших митинга за последние семь лет в России организовали мы. По-моему, это кое о чем-то говорит. И митинги, с чем вы выходили на них? Было митинг против пенсионной реформы. Все очень удивлялись, почему это так, почему либертянцы выступают. Против пенсионной реформы, потому что либертянцам важно, сколько денег собирают, а не как их тратят. И итог пенсионной реформы заключался в том, что по факту просто повышение налогов. Для нас это была совершенно разумная, логичная позиция. И два митинга в защиту интернета в прошлом году и в этом, когда принимали закон, господи, боже мой, забыл Клишеса, вышло 16 тысяч человек. Это был большой успех, тоже абсолютно наша повестка. Мы выступаем за свободу слова и тем более за свободу интернета. И удалось добиться чего-то? Или это было такой демонстрацией коллективного бессилия? Любой митинг преследует несколько целей. Любой митинг преследует несколько целей и неправильно считать, что существует цель единственная. Одно из них это, во-первых, объяснять людям, что власть не договора способна. А для того, что вот это я знаю, да, это знают люди на этом форуме. Огромное количество людей в России все еще сомневается. И для того, чтобы они перестали сомневаться, и для того, чтобы они стали злее, и для того, чтобы они перестали питать иллюзии относительно того политического режима. в котором они живут, им нужно показывать, что мы пытаемся делать все, власть недоговороспособна. Поэтому уровень протестных настроений в России растет, и это успех митингов, которые я организовываю. Она недоговороспособна, но вы идете на митинги, обращаясь к власти. Обращаясь к власти, разумеется, потому что мне нужно показать людям, совершенно искренне для этого, нужно работать, что власть недоговороспособна. Если ты с ней не пытаешься договариваться вообще, то ты никогда это не продемонстрируешь. И задача митинга, я сам всегда критиковал санкционированные митинги с этих позиций, потому что я прекрасно знаю, что власть недоговороспособна, мне нужно это доказать. А я не смогу это сделать, если я сижу дома и просто ее критикую. В этом смысле митинг был абсолютно успешный. Второе, сам Телеграм, когда мы его защищали, то на связь со мной вышел Паша Дуров, он обратил внимание, что митинг организуется, и начал сопротивляться на техническом уровне, в том числе увидев поддержку, которая была в России. Так что это тоже успех нашего митинга, и я считаю, что это прям круто, и я очень рад, что у нас получилось. Какие книги вы бы посоветовали почитать, вот по теме, может быть, да, и издание? Потому что понятно, в коротком интервью не расскажешь. Самое главное, это Мюррей Ротборд «К новой свободе». Это такая книга, от которой идет отсчет вообще либертарианства в том виде, в котором он существует сегодня. Затем, почитайте Фридриха Хаека «Дорога к рабству», там описываются экономические предпосылки, почему левое и правое тоталитарное общество, на самом деле, абсолютно одно явление, они используют одни и те же методы и приходят к одним и тем же результатам, к разрушительным результатам. И самая главная книга, она вышла, которая сказала последнее главное слово в либертарианстве, это Ганс Герман Хопп «Демократия – неизверженный бог». Это критика традиционных демократических обществ. Либертарианцы, в принципе, к демократии относятся скорее холодно. И апология контрактных юрисдикций и контрактных отношений, создание волюнтеристских политических сообществ – очень хорошая книга, очень я рекомендую. А здесь на форуме вы уже нашли единомышленников? Здесь много членов либертарианской партии, мы большая партия с университетом. А Гарри Каспаров, он кто по взглядам? Ну, Гарри Каспаров скорее, конечно, либерал. С либералами у нас есть общие взгляды, есть принципиальные разногласия. В чем они, вот эти принципиальные разногласия? В отсутствии у нас культурной повестки в том, что мы гораздо толерантнее, чем либералы, но толерантнее в корректном значении этого слова. То есть либералы считают за толерантность насаждение либерального образа мысли, насаждение либеральной культуры. Либертарианцы считают, что толерантность – это когда ты позволяешь разным сценариям счастья существовать, но при этом отказывающим в праве устанавливать свое главенство политическими методами. То есть мы одинаково спокойно относимся как к верующим, так и к атеистам, как к людям, которые ведут такой либеральный образ жизни, так и к людям, которые его не приемлят, при условии, что они не пытаются репрессивными методами навязывать свои взгляды. Либералы с этим не согласны, они считают, что есть такое явление, например, как хейтспич. Либертарианцы этого не признают, это риторика ненависти. Либертарианцы говорят, что вы не можете иметь свободу слова без права, без свободы выражать свое неприятие чего-то. И это такая очень важная позиция. Именно поэтому, например, в России либертарианцы всегда выступали против 282-й статьи, когда это было совершенно немодно. То есть сейчас все говорят, ой, ну она как-то не так истолкована. Либертарианцы с самого начала говорят, что она никак иначе истолкована быть не может. Вы создаете цензурный аппарат, разумеется, он будет использоваться для цензуры. Но история рассудила в нашу пуску. А ожидания у вас от форума какие? Познакомиться с людьми, которые меня заочно очень сильно не любят. Не любят? Здесь вы их встретили? А за что вас негода-то? За мои взгляды, за принципиальность, за то, что я ратую за институт репутации, который в России, к сожалению, пока не популярен. Что люди должны ответить, что политика это искусство, брать на себя ответственность и отвечать за провалы, которые твои решения создают. Это людям очень не нравится. Людям кажется, что работать в безответственном транспортации гораздо комфортнее. То есть здесь люди присутствуют, которые репутацию свою подмочили? Да, я этих людей называл, у меня совершенно несложно их назвать. Здесь присутствует Илья Пономарев, это человек, который работал в путинских думах, принимал самые репрессивные законы путинской России, в том числе закон о митинговых эпикетах, по которым сегодня сажают моих товарищей. Да, я считаю, что человек должен за это ответить публично. Но он и против голосовал? Да, за какие-то законы он голосовал против в 2011 году, у меня об этом есть видео, я подробно рассказываю, почему это происходило. Я считаю, что многое из происходивших тогда было неискренне, оправданное ситуацией, которая могла метнуться и в ту, и в другую сторону, и просто были неправильно сделаны ставки. Это вот моя позиция, за которую меня не любят. Интересно было бы вот устроить вашу дискуссию здесь такую? Ну, если не захватиться ко мне на передачу, прийти, разумеется, устроим. Спасибо. Спасибо.